Я Терещенко Людмила Васильевна, мама погибшего сына Акурова Дмитрия Александровича. 15 июня этого года мой сын переехал из Архангельского. И Ваня напротив заправки, ему навстречу неожиданно выехал начальник ЕБДД Челюкин. Пересек двойную сплошную линию и, показав поворот, врезался в машину моего сына. Машина моего сына сухарелась в живом дворе или мертвом, я не знаю. Многие говорят, что он кричал и махал руками. В настоящий момент Челюкин пытается уйти от ответственности. Хотят сделать виноватым колесо. Прошли две экспертизы, в которых явно, что экспертов подкупали. Потому что нормальные эксперты такое бы заключение, такие бы не сделали. Я обращалась в Следственный комитет Москвы, Воронежа. В Человек и Закон. В приемную президента с просьбой, чтобы это дело взяли под личный контроль. Но отовсюду мне идут отписки. Помощи ни от кого я не вижу. Хотя все говорят, что после аварии Челюкин выпал из машины с бутылкой коньяка. Но ему сделали анализы, что он был трезвый. Кто говорит, что за него кровь сдавал или дышал брат? Говорят, что его откапывали. Потому что Анна – это небольшой городок, все друг друга знают. Лаборантов, видимо, заставили сделать такие анализы, а люди боятся потерять работу. Делали все, что им приказывали. Добиться справедливости я сама одна не могу. Челюкин затягивает сейчас расследование. До сих пор он находится на лечении то в одной клинике, то в другой. Продлевает больничные листы. Я просила, чтобы создали комиссию для обследования состояния его здоровья. Что так можно долго лечить? На работе место ему держат. Его не уволили. Хотя, если бы это случилось с простым человеком, уже давно его посадили бы. Поскольку он является начальником ГАИ, у нас в районе исполняют обязанности начальник ГАИ. А, видимо, ждут, чтобы он занял это место. Я обращаюсь ко всем длинным друзьям, товарищам, соратникам. Не бросать мне одно в этом горе. Могите донести до общественности. И до структуры, от которых зависит дальнейшее расследование. Чтобы не допустили беспредела чиновников. А именно, чтобы наказали начальника ГАИ до Челюкина. Он убийца. Он отнял у меня сын. Он должен сидеть в тюрьме. Независимо от того, что носит форму и погоны. Независимо от занимаемой должности. И от того места, которое он занимает в обществе. У них все можно продать, все можно купить. Они мне предлагали полтора миллиона, чтобы я не возбуждала уголовное дело. Не было возбуждено против него. Но я надеюсь встретиться порядочные люди. Для которого честь, совесть и достоинство будет нам в первом плане. Которые не подкупные, не продажные. Которые честно отнесутся к моему хорю. Такое может быть в любой из ваших семей. Вы прикрываете убийц. Они продолжают убивать наших детей. И нет гарантии, кто его прикрывает, что не случится это с вашими детьми. Которые честно отнесутся к моему хорю. И последняя ночь прошла в одну дочь в слезах. И ты опять не пришел. И в тот пробрался страх. Которые честно отнесутся к моему хорю. 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 Взлетел на пощание, кружась над родными. Смеялась я горе их не понимая. Мы встретимся снова. Но будь иными, есть вечная воля, зовет меня страна.